Всех. Всех. Он научил меня этому. Никаких сомнений, никаких раздумий, никаких чувств, никаких друзей, никакой семьи. Можно быть уверенным, что тебя не предадут, если ты убьёшь всех вокруг себя. Все должны умереть, говорил он. Все. Так что... Да, эта история произошла на самом деле. Ладно. Говорим о моих делах. Двоих моих помощников только что упрятали в тюрьму. Мне придётся не сладко. Эти двое засранцев сдадут меня с потрохами. Я мог бы сам разобраться с ними. Но их караулят круглыми сутками. Потому что у этого чёртова прокурора на меня зуб. Он же твой человек. Ты можешь на него надавить. Пусть их выпустят. Нет. Что? Нет. Мне надоело прикрывать ваши задницы и вытаскивать вас. Ты запорол всю операцию, Эрнест. Я? Ну нет. Теперь сам разбирайся. Слышь, я не просить пришёл. Ты плохо ведёшь дела, пендеха. Знаешь, что такое пендеха? Волосы на лапке. Я вообще не собираюсь тебя слушать. Если мне понадобится, я этого прокурора выволоку из дома на его грёбаную лужайку и отрежу ему яйца. Так что ты... Осторожнее, Эрне. Пересечёшь черту... Да пофиг. Что ты мне сделаешь? Господи. Рейна. Субтитры сделал DimaTorzok Я люблю тебя. И я люблю тебя. Давайте, парни, надо вытащить его отсюда. Я говорил тебе, он никуда без меня не пойдёт. Ладно, пустите его. Поехали. Поехали. С вами Дебра Моран. Мы ведём репортаж из частного оздоровительного клуба для мужчин в центре Лос-Анджелеса. Полиция считает, что сегодняшнее убийство двух криминальных боссов связано с непрекращающейся враждой между греческим преступным синдикатом и мексиканским наркокартелем. Что такое? Надеюсь, не начало Третьей Мировой. Моя девушка там. Вы его знаете? Эрнесто Хименес. Это его Бентли снаружи. Прокурор недавно хорошенько носил на него и его парней. А второй, которого вывезли отсюда? Вёрджил Вадалас, грек. Вы потрошили как рыбу. Говорят, он умер в скорой. Невероятно. Посмотри сюда. Похоже, с ним была женщина. Преступником была женщина. Я слышала что-то в лаборатории, но это вряд ли. Эрни прорезали насквозь, нож прошёл аж до кости. Это должна была быть очень сильная женщина. Спасибо. Спасибо. Блок Мальбора. Паспорт, пожалуйста. Давай сюда эти чёртовы сигареты. Покажите паспорт. А тебе понравится, когда тебя постоянно будут просить показать паспорт? Послушайте, я спросил, потому что вам на вид не больше 12 лет. Правда? Значит, 12. Такое бывает у 12-летних. Вам лучше уйти. Убирайся из моего магазина. Живо! Пошла вон. Хорошо. Почему ты не потрогал мои сиськи, грёбаный гомик? В машину. Почему он не потрогал сиськи? Меньше всего нам нужно, чтобы за нами гонялось. Да? Ты же сказал, мы ищем копа. Обязательно меня доставать? Ну что ты за сучка такая? Я твоя сучка. Ты их уделала. Господи, помоги мне. Поехали. Что ты делаешь? Переодеваюсь. Зачем? Чтобы не думали, что мне 12. Господи. Эй, детектив. Помните меня? Хорошо выглядишь. Знаю. Похоже, Лондон пошел тебе на пользу. Да, это точно. Подобрал подарок в Хитру. Ваша тачка? Эми? Да. Мила. Послушай, насчет Верджила, не знаю, что сказать. Как Сильвия, дети. Это была ужасная новость для них. Для всех нас. Послушайте, детектив, вам надо зайти к нам. Хорошо. Нет, сейчас. Я на работе. Детектив, вам нужно поехать к нам. Меня прислали привезти вас, так что можете либо поехать со мной, либо за мной. Детектив, вам нужно поехать. Продолжение следует... 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 Значит, мне было лучше, когда тебя не было? Знаешь, полегче на поворотах. А то можно на неприятности нарваться. Эй, Ли, ты знаешь, что запрещено держать собак в машине с закрытыми окнами? Вдруг ей ночью станет плохо. Пошёл ты! И ты туда же, сучка. Далеко и надолго, засранка. Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, ты тварь, милкая. Ты мне денег должна, поняла? Плати или сдохнешь. Поняла меня? Верджил жив. Я сделал ей водительское удостоверение. Когда? Полгода назад. Может, год. За него мужик заплатил. Как он выглядел? Не знаю, не хочу запоминать тех, кто сюда приходит. Здорово, парень белой волосы. Обычный. Эй, Мо! Мо, слушай. Этот ублюдок сунул моего дяди за решётку. Я его узнал. Моя... Моя работник говорит... Ты натравил федералов на его родственника в ресторане, а те отослали его в тюрьму в Тегеран. Кто приходил сюда с этой девушкой? Фрэнк Синато. Ладно, хорошо. Первое, я коп. Второе, у меня есть пушка. Я три года здесь пытаюсь осесть. А теперь убирайся! Это глупому. Пошёл ты нахрен! 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 В чём дело? Эй! Помочь тебе? Повеселимся? Можешь мне помочь? Да ну. Тут есть место потише? Конечно. Есть одно очень тихое местечко. Я уже завёлся. Я слышу, как бьётся твое сердце. Да? У тебя тату? Да. Обожаю тату. Да. Хочешь ещё увидеть? А можно я тоже сделаю одну? Прямо вот... Здесь. Не подумай ничего такого. Но ты не похожа на обколотую шлюху. Погоди. Мне кажется... Я тебя знаю. Возможно, ты знаешь кого-нибудь, кто похож на меня? Вы правы, подозреваемая женщина. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как она уходила. Однако чёткого изображения лица нет. Настоящая невеста Дракулы. Ладно, отнесите это, Джей. Он попробует увеличить, а затем разошлите по участкам. Ого, я рада, что вы с нами. Я бы сама никогда не догадалась. Что есть на парня? Нападение с попыткой ограбления, вооружённый грабёж... ...тусовался с клоунской группой «Нацисты за Иисуса». Неплохо. Дело ведь не в той истории в аэропорту, так? Вёрч, я же сказал, я тогда проверил всё лично, его не было. Что-то... Что-то заставило её навредить мне. Послушай, может, в этом нет никакой загадки. Возможно, дело в ней самой. В том, как она росла. Смотрела, как её семья живёт, как крысы. Если бы она вцепилась к тебе, она бы никогда не ушла. Никогда не стала бы нормальной. Никогда. Нет, нет. Я видел её глаза в ту ночь. В них не было алчности. Я знаю, как выглядит алчность. Я вижу это в зеркале каждый день. И вижу сейчас, когда смотрю на тебя. Нет. Это была не алчность. Это была ненависть. Чёткая и очевидная. Да. У нас проблемы. Я на складе. Привези Вёрджила. Это Ли. Надо ехать. Дэнни. Ты должен мне поверить, Вёрджил. Я бы никогда, никогда не дотронулся до денег. Я клянусь. А кто это тогда сделал? Этот больной ублюдок. Он несёт какую-то чушь с самого возвращения. Его злит, что никто его здесь не уважает. Ах ты, куча дерьма. Я твою башку на ленты порежу. Би. Я приехал сюда за баллонами с кислородом. А сейф уже был обчищен. Это он. Он, эта чокнутая русская шлюха, которая тебя порезала. Это они тебя подставили. С тех пор он всё время её прикрывает. Повтори это. Это чокнутая шлюха Раина. Она наверняка ему отсосала. Заткнись. И он сказал ей, где лежат деньги. И вот как всё было. Клянусь. Больше я такого не сделаю. Да, не пистолет, я его уберу. Клянусь. Клянусь. На что ты уставился? На мусор. Клянусь. Клянусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разве этого... Недостаточно? Насколько достаточно, Нанси? Я не то хотела сказать. Просто я волнуюсь за тебя. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, Раина. Раина... Раина, нет! Если бы ты не пришла ко мне, я бы никогда не узнала об этом. Они заплатят. Но не мне. Это деньги от меня. Неважно, где я их взяла. И больше мы не увидимся. Раина, ты теперь моя сестра. И будешь прекрасной матерью. Нет. Продолжаем искать черную вдову. Если бы только нам удалось установить связи между обеими жертвами. Да уж. Кригер нацист, был задержан шесть лет назад за продажу стероидов Эрнеста Хименесу. Ладно, я это покопаю. Не беспокойся. Знаешь, это забавно. Я была уверена, что с этим связан Вадалос, но пока никаких зацепок в эту сторону. Да, это забавно. Ну что? Какого хрена ты сделала с рукой? Будь ты боссом, ты бы небось не позволил этому Вёрджилу обращаться с собой, как с последним дерьмом. Возможно. Но меня здесь долго не было. Нужно возвращать позиции. Ты серьёзно думаешь, он тебе это позволит? Он думает, что всё дело в деньгах, Ли. Он тебе даже не доверяет. Да. Всё готово. Нет. Его никто не найдёт. Ака. Я уже еду. Нет, нет. Я её высажу по пути. Что? Высадишь меня? Да ты ничем не лучше этого ублюдка. Что значит высадишь? Я никуда не поеду. Думаешь, ты лучше, чем я? Да? Ты забыла, чем занималась, когда я тебя встретил? Да пошёл ты. Я делаю то, что делаю, чтобы выжить. А ты трахал меня с тех пор, как мне исполнилось 9 лет. И тебе это всегда нравилось. Чёрты. Извини. Это я сгоряча. Извини. Извини. Хотите сказать, что с нами вышли на контакт пришельцы? Да. Может, свалим уже отсюда? Нет, это только начало. Я сильная. Мне не важно, сколько придётся убить, чтобы остаться в живых. Сколько наших осталось? Четверо? Какого чёрта? Извините. У тебя проблемы? Если у вас есть салфетка, я вытру. Не трогай меня. Нет, стой там. Вам дать салфетку? Заткнись. Заткни пасть. Отойди с дороги, поняла? Ты куда собралась? Уезжаю к чёртовой матери отсюда. У меня есть салфетки. Вот ты сука. Вам придётся принимать серьёзные решения. Используйте право на убийство, когда сочтёте нужным. Похоже, мы с тобой прошли полный круг. Я верю в совпадение, а ты? Всё предрешено. Это ты организовал охоту, чтобы убить меня и мне подобных. Слушай, я пытаюсь спасти твою жизнь. Понимаешь? Подожди пять минут. Повернись. И даже не думай, идти обратно в кинотеатр. Поняла? Кивни головой. Дай руку. Уезжай подальше. Заведи новых друзей. Классная тату. Классная тату. Классная тату. Я не трогал этих денег. И не имею отношения к этой твоей подружке. Но, может, ей и правда, кто сказал, где деньги. Не знаю. Но это был не я. Я спрашивал тебя, взял ли ты деньги. Нет, я просто думал, слух. Тогда зачем продолжать? Может, я ошибался. Может, мне вообще стоит спросить тебя напрямик? Ему ответ нет. Зачем так раздражаться ли? Я не вижу Раину. Зачем пришел? Может, хотите продолжить разговор в камере? Ваша подружка не дает копам забыть о ней. Режет своих бывших дружков. Мы хорошо знали этих подонков, на них было полно материала. Значит, она оказывает копам услугу? Режет, тут есть связь. Не хотите рассказать мне, какое отношение эти парни имеют к вам? Никакого отношения. Это просто мусор. Она порезала вас тоже, значит, в ее глазах вы тоже мусор. Добрый вечер. Здравствуйте. Как дела? Я смотрю, тут вечеринка. Мистер Малинес. Все в порядке. Покажи, куда идти. Вот сюда. Она уже ждет вас. Хорошо. Что ж, Миню? Не волнуйтесь, все самое лучшее. Что со мной вкусное? Телятина, наги, с сашими. Ладно. Рекомендую сашими. Как дела? Мои дела, не твои дела. Сюда, пожалуйста. Вот сюда. Лучшие места в зале. Мистер Малинес, бутылку шампанского от заведения. Бутылку шампанского? Почему нет ее? Учитывая, сколько я денег здесь оставляю. Я вспомнил анекдот. Но я могу сказать вам это в испании. Смотрите. Что вы говорите, чтобы женщина с дважды, обжием два неудобных? Что вы говорите? Что вы говорите? Что это? Ох, вы говорите две veces. вода вас нет нет гектар чем дело ты куда не волнуйся пепе нет бери свои руки хочешь чтобы их отрезали эй вода вас как дела приятель чем дело пройди больше уважения мы здесь ужин и да я уж и жжу сидите тут ужинайте а моего брата эрнесто порезали на куски живут да да он был отличным парнем я отослал кое-что его жене и детям надо было доставить лично но ты знаешь я сам был ранен мы с тобой оба знаем что это ты заказал эрнеста ты даже не пытайся уйти от ответственности отвали от него придурок отвали отвали все хорошо все хорошо хорошо уходим уходим да давайте проваливайте нахрен забей просто валите отсюда валите отсюда да давайте сваливайте слабаки пора уходить эти клоуны так не отстанут еще вернуться не надо упрямиться схожу за машину а и а а а А где эта чёртова машина? Идём ли? Сюда, Алекс. Быстрее, быстрее. Жми. Жми. Ты что-то задумывали? Да. Но ты не в деле. Да пошёл ты, ковбой. Тебе только обслугой заниматься, а не наши дела вести, особенно во время войны. Во время войны. Мистер Джон Уэйн, грёбаный ковбой. Когда все пушки направлены на нас, это и есть война. Они направлены на меня. Не важно. Нет, сейчас важно. Что с тобой такое? Наверху дети спят. Так, все вон. Мистер Джон Уэйн. Привет. Какой красивый. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мистер Джон Уэйн. Тебе стыдно за меня? На свете есть более важные вещи, чем кто с кем трахается. Сильвия. Это... Не важно? Нет. Но моя семья... Это важно. Я знала, кто ты, когда встретила тебя. Я просила лишь твою фамилию. И я получила её. Теперь у меня есть всё. У меня тоже. Да. У тебя тоже. У тебя тоже. У тебя тоже. Тоже. Я тебя ненавижу. Как ты мог оставить меня? Я не могу жить без тебя. Нет, нет, нет. Я знаю, через что ты прошёл, чтобы дать нам всё это. Я не идиотка. Но с тобой что-то случилось. Я могу смириться с этим, зная, что ты делала это для меня и детей. Но если из-за этого я потеряю тебя... Если из-за этого... Как я смогу пережить это? Что я скажу детям о том, что случилось с их отцом? Ведь в этом случае, да, мне будет стыдно за тебя. Что? Да, это мне. Я не хочу отдавать тебе это. И не отдам. Отдай, или я сломаю твои пальчики. Ты не посмеешь. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Надо же, какая звёздная ночь. Господи, как холодно. Привет, девочки. Эй, ты! Эй, ты! Будь я такой, как она, я бы шустро нашёл себе местечко. Забегаловок хоть отбавляй. Что, хочешь поплакать о своей бывшей подружке? Хочешь, чтобы мы понянчились с тобой? Не двигайся, сукин сын. Не заводись. Заткни пасть. Тебе повезло, что я не сразу пристрелил в тебя. Убери свои лопы. О, чёрт, это коп! Господи! Господи! Хорошо, хорошо, хватит. Хватит. Я знаю эту суку. Кажется, ты сломал мне нос. Я видел её однажды, она была тут с одним парнем. С кем? Может, не будешь населять? Как его зовут? Я не знаю, он тут часто появляется со своей тусовкой. Эти сучки зовут его Кошелёк. Он уже давно запал на эту девку. А где они живутся? Я не знаю, повсюду. Ты их сразу заметишь, богатенькие, белые, с кучкой братков. Убирайся. А пушку отдашь? Сука. 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 Девушки отдыхают. Ты нас пустишь, или я тебе башку разнесу. Девушки отдыхают. Господи, всё в порядке. У меня проблема. Это видно. Зачем ты их притащил сюда? Что с тобой не так? Ты тут рассиживаешься с этими обезьянами, а что-то не так со мной. А что, тебя злить, что человек наслаждается жизнью? Это за пределами твоего понимания, что ли? Ты знаешь, думаю, ты себя наконец нашёл. Белый превратился в нигера. Ух ты. Круто, он назвал меня нигером. Я нигер. Я грёбаный нигер. А ты, чувак, продаёшь кристаллический метамфетамин несовершеннолетним девчонкам и делаешь их проститутками. Как это благородно. Да, ты благородный. Ты это делаешь. А теперь пошёл отсюда, я занят. Двое твоих братков мертвы. А мне какое дело? Я что, плакать должен? Да мне похрен. Это тот урод грек. Я хочу, чтобы ты не женился. Не лезь ко мне. Я в этом не участвую, ты понял? Я давно завязал с тобой и со всем этим деревом. Видишь это? Ты можешь это сжечь, можешь отрезать свою руку, но она всё равно останется. Да пошёл ты. Думаешь, если у меня есть бабло, то я расслабился? Ты ошибаешься. Понятно? Ты мне поможешь или нет? Я тебя сотру из этого мира так же, как эту тату. Нет, я не собираюсь тебе помогать. Не буду и не смогу. А теперь вали отсюда и этих ублюдков забери. Пошли, Иван. Убирайтесь. Все нормально. Все нормально. Пусть идёт. Чёртов, Ларвар. Уберите тут всё. Уберите. Ладно, дайте нюхнуть. Надо разбавриться. Давай уйдём отсюда. Разойдитесь. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Он ничего не увидит. Я серьёзно. Чёрт! Он меня смущает. Он похож на моего отца. Ладно, с твоим папой я встречаться не хочу. Макс! Да? Пойди погуляй. И куда мне идти? Ну куда хочешь, просто выйди из машины, ладно? Да. Понял, босс. Он ушёл. Ты знаешь, у меня всегда есть кое-что для тебя. Ладно, ладно, хватит. Послушай, извини, что так вышло с Верджилом. Но мы же все взрослые люди, так? Эй, какого чёрта? Ах ты сука! Ты меня порезала! Не двигайся. Вниз. Вниз. Я знаю, кто ты. Ты коп. Послушай, не думаю... Заткнись. Ты на побегушках у Вёрджила. Поганое ощущение быть чьей-то собственностью. Закрой глаза. Закрой глаза. Принесите тост, пожалуйста. Что? Что? Ты мне говоришь, что она сбежала? Это просто бред! Дай телефон. Берри. Бек. Хочешь сказать, что ты был с ней рядом и упустил её? Вы начинаете привлекать внимание. Эта девка чокнута. Надеюсь, Вёрджила хорошо охраняют. Она вполне может лезть сейчас в окно и во спальне. И кто её остановит, вы? Я сам позабочусь о Вёрджиле, а ты займись своей работой. Чёртов любитель. Этот парень ни хрена не может. Почему ты не ешь? Ты что, моя мамочка? Врагу не пожелаю быть твоим родственником. Ты оставил меня стоять на месте преступления, как какую-то идиотку. Зачем ты вообще следил за кошельком? Проверял наводку. Чушь! Вчера ты случайно оказался на месте резни, а сегодня рядом с тобой убили знаменитость. Какого чёрта тут происходит? Почему я не в курсе? За кого ты меня держишь? Может, завтра поговорим, видишь, что с головой? Нет, ты останешься и объяснишь мне, что здесь происходит. Ты ведь врёшь. Ты мне врёшь. Ты врёшь. Зачем ты это делаешь? Я ведь твоя... Что? Что такое? Чего ты хочешь? Чтобы ты сказал мне правду. Что ты так смотришь? Ничего. Я так не думаю. Ты всегда заставляешь меня чувствовать так, будто делаешь мне одолжение. И что, теперь плакать будем? Капитан снова спрашивал о тебе. О тебе и в Адаласе. До него доходят слухи. Я знаю, что-то не так. Я вижу это по твоему лицу. Я отправляюсь обратно к лимузину, а ты поезжай к коронеру. Там ещё один труп, похоже, тот же почерк. Так что... Ты скажешь мне, что происходит, чтобы я могла тебе помочь? Ладно. Оставь ключи и захлопни дверь, когда будешь уходить. Я всё исправлю. Да. Клянусь богом. Да. Я всё исправлю. Я говорил, что весь мой мир в этой машине. Конечно, нет. Всё разваливается. Что я делал не так, Гасс? Как теперь остановить это? Когда ты вышел из больницы, ты должен был убить всех. Всех? Да, Гасс. Значит. Такой же неонацистский рисунок, как у предыдущего. Кто-нибудь ещё приходил сюда? Копы? Нет. Можно воспользоваться компьютером? Хочешь отвезти меня к нему? Ты знаешь, что деньги у меня? Он не сказал тебе про деньги, так? О чём ты говоришь? О двух миллионах долларов. Они выглядят лучше, чем на словах, да? Это деньги Вирджилы? Нет. Теперь они мои. Или наши, если ты отпустишь меня. Сними наручники. На время. Надо помыться. Ты ведь не поведёшь меня к Вирджилу с такой ногой? Ты? Да. Стой. Что ты делаешь? Не дёргайся. Не дёргайся. Не страшно. Кость не задета. Ты будешь в порядке. Знаешь, что будет, когда ты отведёшь меня к нему? Он ведь не ангел. Ты хорошо говоришь по-английски. Потому что Вирджил нанял мне учителя. Хотел, чтобы я говорила как американка. Учителя? Угу. А ты воткнула ему нож в живот. Знаешь, не надо поспешных суждений. Господин полицейский, ты ничего обо мне не знаешь. Знаю достаточно. Да? Правда? Правда? Покойно, ты не на прогулке. Мы ведь можем уехать. Просто исчезнуть. Что тебе с того, что ты отведёшь меня к нему? Всё будет кончено. Ну же. Мы можем исчезнуть. Чем он тебя держит? Извините. Привет. Да. Она у меня. Хорошо. Привози её в мой ночной клуб. Нет. Я отвезу её в полицейский участок. Да что с тобой такое? Чего ты хочешь? Парковка в отеле Сафариин. И без подстав, или я буду стрелять? Да пошёл ты, мне это не нужно. А ты окончишь свои дни на помойке. Слышишь меня, коп? Это был он? Нет. Послушай, мне надо кое-что проверить. Куда ты собрался? Свой ночной клуб. У меня проблема. А может мне с тобой сходить? Нет. Оставайся с Вёрджилом. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Подгони машину, мы едем за Алексом. Я убью этих ублюдков. Чёрт, здесь нет. Знаешь, ты должен был спросить у меня об Алексе. Я бы тебя предупредила. Он всегда был самым плохим из них. Алекс был с тобой в доле с самого начала, а ты свалила, забрав его долю. Да. Он Иуда. А ты тогда кто? Кто угодно, но не предательница. Уверен, что Вёрджил будет считать так же. Я всегда была рядом с Вёрджилом. Тогда зачем ты это сделала? Два года назад пропала моя младшая сестра. Она ехала сюда из России. Вёрджил всё устроил. Рабочую визу, номер страховки, работу. В ночь, когда она должна была приехать, я сидела дома и ждала звонка. Парни Вёрджила поехали в аэропорт, чтобы забрать её. Они должны были отвезти её на одну из квартир Вёрджила, пока всё не утрясётся. А потом они вернулись, а звонка всё не было. Люди Вёрджила сказали, что она не приехала. А моя тётя дома сказала, что она точно села на самолёт. Вёрджил клялся, что он не знает, что с ней случилось. И я поверила её. А потом, через год, мне позвонила одна девушка, которая была в ту ночь в той квартире. Она была наркоманкой, но пыталась соскочить. Она сказала, что всё видела. Эрнест и скинхеды праздновали там какую-то сделку, которую они заключили с Вёрджилом. Там же были эти богатые идиоты, считавшие себя крутыми. У них всех там крыша послетала. И один из них решил, что Стася – просто ещё одна русская шлюха. Отрахаем её. Их было пятеро. Они делали это по очереди. Нет! Помогите! А потом они бросили её там, как собаку. А что сделал Вёрджил? Соврал мне. Сказал, что та девушка – наркоманка. Что она спятила и не знает, о чём говорит. Но я знаю Вёрджила. Никто не умеет врать, как он. Вот тогда я и пошла к Алексу. Послушай, он всё знал с самого начала. Он сказал, что Вёрджил пришёл в ярость, когда это произошло. Мне жаль. Очень. Я могу помочь тебе. Алекс хотел больше власти. Я могу тебе помочь. Я хотела свести счёты. Я могу помочь. Он дал мне имена. Я всё спланировала. И стала ждать. Ладно. У тебя есть миллион. Уезжай и не возвращайся, поняла? Ты поняла меня? Ты убьёшь его? Я разберусь с Вёрджилом, а ты должна исчезнуть. Нет. Я хочу, чтобы он страдал. Он узнает, что потерял кузена, деньги и тебя. Поверь ему, от этого весело не будет. Я бы попросил тебя быть осторожной, но ты и сама это знаешь. Идём. Как тебя зовут? Ему это сойдёт с рук? Я сказал, заткнись. А вот теперь поболтаем. Специальный агент Донован. Да, это Бек. Проверьте архивы. Вёрджил Вадаллас. Бюро наблюдало за ним пару лет назад. Мне нужно всё, что у вас есть. Записи, контакты и побыстрее. Доктор Филд, пройдите в операционную. Стюша. 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 Это будет красиво. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Иди сюда, сучка Диорджелл О чём ты только думал? Это ради вот этой задницы Что ты сделала с ним? Он даже мне теперь не доверяет Знаешь, я могу тебя понять Я тоже пробивался снизу Но сколько бы ни получал Не мог сравняться с этими подонками Я ненавижу их Ненавижу и детишек с их пушистыми собачками Но ничего Как даже лучше Ненависть согревает меня по ночам А теперь я возьму этот ломик И разобью тебе голову А потом скину тебя с этого холма Чтобы звери сожрали тебя, пока ты ещё тёплая И всё будет так, как прежде Вёрджилл и Алекс смеялись над тобой Что? Алекс был любимчиком Вёрджила Вёрджилл и Алексею Вёрджилл и Алексею Что это? Твои деньги Большая часть Это... Ерунда Мне каждый день приносят мешки с деньгами Где она? Что плохого я тебе сделал? Использовал моего брата, чтобы держать меня на поводке Так поступают все добрые самолетяне Если ты беспокоишься за своего брата, зачем пришёл сюда и набросился на меня? Я набросился Из-за меня сегодня копы убили Да брось Не всё ли тебе равно? Вёрджилл, не глупи Тебе конец Господи, ты даже не представляешь, что происходит Я сказал ей исчезнуть Хватит смерти, Вёрджилл Сигнализация отключена Кто-то перерезал провод и проник в дом Ты кусок дерьмо Погоди Ну а, а, боже К тебе Ну а, боже Ну а, боже Ну а Малыш А Ну а Кто-то хочешь убить меня давай давай я уже умер той ночью когда-то молчи я отдал бы тебе весь мир если бы ты попросила а сестру можешь вернуть можешь я же говорил я не знаю что с ней случилось господи раина послушай меня никто не знает где она она лежала в куче мусора 8 часов ее нашел уборщик я не знаю о чем ты говоришь все эти месяцы я искала ее она лежала в психушке и даже не помнила как ее зовут я все знала твой кузен рассказал мне алекс алекс подставил вас обоих федералы следили за верджиллом на той квартире его не было там был алекс уже ублюдок должен был поехать туда и забрать твою сестру он был заодно с этими животными она не села на самолет мы ничего не можем с этим поделать и ты не можешь ты думаешь он тебя любит но это не так все что его волнует это деньги так иди забери их вместе у нас будет все убей их всех поганый жадный ублюдок он всех нас использовал он говорит правду можешь выбить ему мозги если хочешь ну что же ты знаешь что самое ужасное в этом видеть что тебе больно и знать что ты думаешь будто виноват я если сказать что он шантажировал меня и свалить все на него чушь они тебя не выпустят он продажный коп его собственные люди его зажарит просто пристрели его и мы будем вместе только ты и я так ведь всегда было правда правда и и да да и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Все кончено. Или кто-то из нас доберется до пушки быстрее, чем приедут копы. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают...